Душа компанией У нас все было хорошо, только Леша ревновал меня буквально ко всему. Но, как говорят, ревнует, значит любит. Встречались мы почти два года, а потом я узнала, что жду ребенка. К детям мы еще не готовились, хотели пожить для себя. Но я решил рожать. Леша сразу отвел меня в ЗАГС, и мы переехали жить к его родителям. Поначалу все было здорово, везде ходили гулять вдвоем. До того времени, пока меня не стал мучать токсикоз. Муж продолжил гулять без меня. Сперва это было раз в неделю, потом все чаще, вплоть до того, что его не было сутками. Я на все это смотрела сквозь пальцы, пока не появилась еще одна проблема. Он долго не задерживался ни на одной работе. Вскоре у нас появилась доченька Кира, полная копия своего отца. Леша даже изменился после ее рождения. Перестал гулять и помогал с дочкой, даже работу постоянную нашел. Но идиллия длилась всего четыре месяца. Наигравшись с Кирой, он вернулся к былой жизни, снова вечные загулы, без работы, да еще и заглядывать в стакан стал. Возвращался ночью. Мы постоянно ругались. Денег едва хватало на Киру. На выходные я поехала с дочкой к маме, а ей сказала, что Алексей на работе. Вернувшись домой, нас на пороге встречал муженек. В стельку пьяный, кричал, как я могла уехать к любовнику. На мои слова о том, что я была у мамы, он не реагировал. И даже хотел поднять на меня руку. Я едва вырвалась, схватила коляску и помчалась назад к родственникам. Бежала, сломя голову, только слышала вслед маты. Я подала на развод и на алименты. Муж так и не явился ни на один суд. В итоге нас развели, но детские мне никто платить не стал. Мне пришлось обратиться в исполнительную службу. Не прошло и дня, как позвонил Леша и заявил, что сомневается в своем отсутствии и требует тест ДНК. В другом случае я не получу от него ни гроша. Вот как он так может? Он же знает, что он единственный мужчина, который у меня был. А теперь не верит и требует тест ДНК. Да это просто смешно и до боли обидно. Теперь не знаю, как поступить. Сделать тест ДНК и предъявить его Алексею, или солгать, что Кира не его и пусть пишет отказ. А после вычеркнуть его из нашей жизни навсегда. На этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.